В пятницу Тверская Волга возобновила выступление в зоне запад 2-го дивизиона первенства страны по футболу. Накануне этого была проведена пресс-конференция, на которой с журналистами общались президент клуба Станислав Савенков, главный наставник Эми Нагаев и капитан команды Сергей Коровушкин. Они рассказали о кардинальных изменениях в тренерском штабе и составе Волжан, а также о планах и перспективах развития Волги. Одна из основных задач, которую ставят перед собой хорошо знакомые болельщикам новые наставники Тверской команды, поправить свое турнирное положение. В межсезонье команда покинула 9 футболистов, причем хотел бы отметить, что с 8 из них контракты были расторгнуты по инициативе клуба. Были заключены контракты с 8 новыми футболистами. Хотелось бы отметить, что трое из этих футболистов – это наши воспитанники тверские, это молодые перспективные ребята, на которые мы возлагаем достаточно большие надежды. Пришли и сочнопленные футболисты, которые, надеюсь, помогут команде выйти из той непростой ситуации, в которую мы попали после первой части чемпионата. Просмотрели в порядке, наверное, 67 человек, из них оставили только троих. Остальных ребят, то есть мы брали, я общался и с тренерским, и штабным командам, хотелось не ошибиться в плане футболистов и в плане людей. Потому что мое мировоззрение такое, что помимо футболистов должен еще быть коллектив. С этого я и сходил. Поэтому мы по крупицам, по крупицам собирали тех людей, которых посчитали нам должны помочь. Сами знаете, непростой календарь наш, очень тяжелые игры. У нас первые четыре игры вообще очень тяжелые. Но, может быть, и с одной стороны это к лучшему, потому что сразу бой, и всех будем смотреть сразу с хорошими командами. А потом выводы будем делать дальше. То, что руководство задачу поставило, выполнить положение, как можно побольше очков набрать, мы постараемся выполнить. Коллектив подобрался, ребята очень все хорошие, общители, но это не самое главное. Самое главное, что мы были единым кулаком на поле и доказали это на поле, а не словами, что мы хороший коллектив за пределами поля. Самое главное выходить и делать это все на поле, чтобы подтверждать это все результатом, а не словами. Ну, я надеюсь, что начнем мы тут смотреть наш коллектив 10 числа. Остальное все как бы за нас будет говорить результаты. Из десяти календарных встреч первая была сыграна на домашнем поле «Химика». Соперником «Волги» стал Владимирский «Торпеда». И дебютный в этом году матч не увенчался успехом. Уже на шестой минуте игры гости открыли счет, а перед перерывом забили «Волжанам» еще один гол. Во втором тайме в ворота хозяев с пенальти залетел последний в этой встрече мяч. Итогом стал неутешительный для хозяев счет на табло 0-3. Что-то не получилось, то есть быстрый гол пропустили, и потом тяжело было уже перестроиться. Плюс я не знаю, в чем причина перегорели, или я не знаю, в чем причина. Сейчас будем думать, общаться, разговаривать. То есть, что на сборах играли одна команда была сегодня, просто я ее не узнал. Мы сегодня чуть лучше играли в футбол, хотя коррективы и поле, и ветер вносили в качество, и в какие-то стилевые моменты, да. То есть, можно играть низом, можно верхом, можно силовой какой-то компонент использовать. Поле, может быть, не совсем хорошего качества. Но я еще раз повторю, что все-таки мы чуть лучше играли в футбол именно во всех его проявлениях. Субтитры создавал DimaTorzok